Болгарский национальный музей Одна из двух известных копий Самарского знамени сегодня находится здесь, в Иверском монастыре, а другая в городе Старозагора. Для Болгарии это не просто величайшая святыня, но и первый символ болгарской государственности, которая была заложена 140 лет назад. Бережно и с молитвой монахини делали каждый стежок. Говорят, что Варвара Васильевна Алабина тоже принимала участие в создании знамени. Но не ткань и не золотые нитки помогли защитникам Плевна и Старозагоры. Сыграло роль славянское братство и христианское единство двух православных народов. И это главное, что они пронесли сквозь исторический круговорот. Ну я в детстве, у меня была подружка болгарка. Мы с ней очень близко дружили, очень было хорошо. Они приехали с отцом, когда уже разрешено было въезд в Россию. Мы единоверцы. Это мы, как говорится, братья и сестры во Христе. Нас все равно вера христианская, православная вера, она глубоко соединяет нас. Цветы на могилу Петра Алабина возлагают вместе. Иверский монастырь – место паломничества для гостей из Болгарии. Каждый раз, приезжая в Самару, они с благодарностью посещают обитель. Сегодня здесь представители болгарской бизнес-делегации. В день Самарского знамени они тоже принимают участие в торжествах. А на территории монастыря сегодня вновь поминали градоначальника, которого история оценила как выдающегося управленца, гениального политика. Самарское знамя было тем символом, которое фактически объединило и русские войска, и болгарских ополченцев. И оно сплотило в борьбе против ненавистного османского мира. И в этом значении я вижу Алабина, что он выдвинул вот такую идею. Видимо, сам Господь Бог подсказал. И это братство русские и болгары пронесли через полтора века истории. А сегодня высказывалось мнение, что теперь это навсегда. Какое оно, героическое знамя, теперь смогут увидеть все жители и гости Самары. Еще одна копия, которая проехала с делегацией по Болгарии, теперь будет храниться в краеведческом музее имени Алабина. На торжественном собрании филармонии гости из балканской страны передали музею стяг и коллекцию фотографий времен русско-турецкой войны. На собрании вспоминали героические страницы истории Болгарии и огромный вклад самарцев в освобождение народа от османского ига. Главной темой стала дружба народов, которая крепка была и в советские годы, и сегодня вновь возрождается. Самарское знамя – это символ, подтверждающий нерешимость основ дружбы двух братских народов. Вот уже полвека эта дружба отмечена на карте Самары. Улица Старозагора буквально пропитана духом Болгарии. Разумеется, мы хотим продлить память о великом историческом моменте и для будущих поколений. В конце этого месяца начнется реставрация бульвара на улице Старозагора. Глава Самары Олег Фурсов и председатель городской думы Галина Андреянова наградили строителей улицы Старозагора и тех, кто сегодня поддерживает в Самаре русско-болгарскую дружбу. Знакомят детей со славянской культурой. Участники собрания уверены, партнерским отношениям Самары и Болгарии дан новый импульс. Мы будем развиваться в сфере культуры, экономики, туризма и образования. Мы обязательно будем вместе. У нас общие славянские корни, у нас общий алфавит и очень близкие языки. О важности истории и памяти в своем видеообращении рассказал мэр города Старозагора Живко Тодоров. С особой теплотой о дне Самарского знамени говорили гости из Болгарии. С глубокую признательность и поклон с гражданом Старозагора к гражданам Самары. И я хочу высказать глубокую благодарность от имени болгарской делегации, что мы участвуем в этом уникальном празднике. С волнением на сцену вышел народный артист двух стран Бедрос Киркоров. Он отметил День Самарского знамени – праздник, важный для обеих стран. Волнуюсь от победы, которую мы сегодня видели в этом древнем городе Самара. Это победа, чтобы болгарская делегация была у вас. Праздник Дня Самарского знамени продолжится 20 мая. На набережной у Ладьи состоится большой концерт, а юбилей улицы Старозагора в Самаре будут отмечать весь год. Олег Зверев, Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События.